Здравствуйте, это новости спорта. Я Сергей Быковский и, как обычно, я расскажу вам о некоторых случаях из Орловского спортивного и околоспортивного мира, тех событиях, которые попали в прицел наших видеокамер и до которых мы смогли дотянуться своими микрофонами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Замечательно, когда люди собираются не на какие-то сложные, для обсуждения каких-то сложных вопросов, люди на выходной день собираются для того, чтобы отдать дань здоровому образу жизни, для того, чтобы встретиться с друзьями. Были конкурсы, например, на классное управление своим двухколесным транспортом или конкурс велотематических костюмов. Был и массовый заезд по улицам города на пять с половиной километров и на ту тысячу чертей, которых поминали в это время автомобилисты. Напомним, что велодень неофициальный такой праздник, который в России впервые прошел в одиннадцатом году в Курске. Он не то чтобы спортивный праздник, нет, но ставит своей целью именно популяризацию здорового образа жизни и физкультуры. Про других коней, не двухколесных, а самых натуральных, принявших участие в очередных забегах, устроенных на Орловском ипподроме. 2 июня там испытали лошадей рысистых пород, разыграв три приза. Это приз гладкой для кобыл трех лет на 1600 метров, это приз в честь Дня России для лошадей старшего возраста на 2400 метров и приз памяти неизвестного солдата для лошадей четырех лет дистанция 1600 метров. Первый достался франшизе, ее фото у нас нет. Победитель приза в честь Дня России гнедой жеребец Наркоз. Приз памяти неизвестного солдата у гнедого жеребца по кличке ЧЗ. Центр-десантник заполучил президентский грант, чтобы реализовать свой проект под названием «Летний оборонно-спортивный сбор-поход разведчик ВДВ». Цель проекта раскрывает его название «Проведение летнего десятидневного оборонно-спортивного похода для ребят, занимающихся военно-патриотической работой». В процессе предполагается приобщить этих ребят к туризму и спорту. Целевая группа – подростки 14-18 лет в программе, даже метание ножей и длительные пешие переходы. Орловские барханы – так назывались первые соревнования по трофе Триалу на радиоуправляемых моделях в Орле. В них приняло участие 20 гонщиков из Орла, Москвы, Белгорода, Краснодара, Калуги и других городов. Все начинается с увлечения автомоделизмом. Соревнования и гонки на радиоуправляемых машинках – это уже следующий этап. Гонки бывают как дворовые и городские, так и международного уровня. К соревнованиям допускаются машины разного масштаба и класса – шоссейные и внедорожные, с двигателями внутреннего сгорания и электро. Есть среди машин и подвиды, например, монстры, баги, ралли, триалы, трофи. На трассе для них определяются специальные участки, и победитель выявляется по итогам прохождения всех СУ. И все это относится к автомодельному спорту. А те, кто предпочитает преодолевать бездорожье и связанные с ним препятствия на настоящих автомобилях, готовятся нагрянуть в Шаблыкинский район. Там 21-23 июня пройдет первый этап чемпионата Орловской области по трофи-рейдам и отборочный этап Кубка регионов по трофи-рейдам. Сейчас определяется трасса, называться все будет «Утомленные солнцем». А у меня на этом все. Будьте сильны и здоровы!